Здравствуйте, уважаемые друзья и зрители YouTube канала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик и предприниматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил. Ну что же, уважаемые зрители, я напоминаю, что необходимо подписаться на мой канал, а, конечно, на канал Константин Танч Борового. Чем больше людей подписываются, чем больше людей оставляют комментарии, ставят лайки, тем больше, естественно, YouTube продвигает видео. Ну, так устроена современная капиталистическая экономика. Ну и также рекомендую посмотреть фильм, который вышел на «Медузе», где принимал участие, в том числе, Константин Танч, посвященный Валерии Ильиничниновой Дворской. Как по мне, очень интересный фильм и очень интересные комментарии Константин Танч. Так что обязательно посмотрите и подписывайтесь на наш канал. Ну что, Константин Танч, 25 лет сегодня Московский суд дал Владимиру Карамарзе-младшему за государственную измену. Насколько шокировал вас этот договор? Ну, я ожидал этого, понимаете, засовывать голову в пасть голодного льву довольно опасно. Володя, в общем, политик опытный, но вот что-то не сработало здесь, и он продолжал ездить, продолжал выступать в России. Это такое, знаете, предположение о цивилизованности, что ли. Вот сейчас все восхищаются выступлением Аллы Гутниковой, может быть, вы видели в суде. Это обращение к суду, к обществу с огромным количеством цитат. Такое, знаете, девушка одухотворенная. Речь идет о варварах, о диких преступниках, которые готовы совершить любые преступления, чтобы держаться у власти. Вот сейчас я пытаюсь что-то делать, но в свое время усилиями, в том числе и Володи, я был чуть-чуть отодвинут от демократической администрации. Но сейчас Гарик Каспаров очень много делает, я надеюсь. Речь идет о том, что Путин, кремлевская команда набирают заложников, и чем больше этих заложников, тем лучше. И поменяли, выменили Бута, очень ценного агента. И я думаю, что попытаются, в общем, Володю тоже поменять на что-нибудь ценное. Понимаете, там нету трасти, что ли. Там нету ненависти. Там есть прагматизм очень такой низкого пошиба, то есть захватить в плен и обменять. Это мы видели и на примере Украины. Если помните, Савченко, похожая ситуация. Ну, в общем, я не считаю, что этот режим надо призывать к цивилизованности, предполагать такую возможность. С ним надо максимально бороться. Ну, вы разговариваете с человеком, которого многие в демократическом, так сказать, сообществе называют экстремистом, но это сегодня единственная эффективная тактика. Ну, вы к такому радикализму призывали последние годы, последние десятилетия, в то время как другие миндальничали с этим режимом. В этом аж отличие. Пытались сотрудничать. Это старая история, знаете, еще из Советского Союза. Я вступлю в КПСС, чтобы одним порядочным человеком стало больше и становилось одним подонком больше. Значит, с ними сотрудничать нельзя. Они не готовы к цивилизованному сотрудничеству. Константин Антонович, мы знаем, что Владимир Крамурза лоббировал санкции за убийство Сергея Магницкого, известного аудитора, который выкрал воровство в огромных масштабах со стороны налоговых органов России по возврату, соответственно, НДС, если не ошибаюсь, либо другого какого-то налога. И, собственно, Магницкого посадили. Он умер в конце 2009 года. И Крамурза вместе с Немцовым, они как раз лоббировали санкции против людей из списка Магницкого. Так вот, в феврале 2015 года убили Немцова, и в 2015 году первый раз травят Владимира Крамурзу, а второй раз в 2019 году. Почему я это вспомнил? Как вы считаете, вот этот сюжет с 25-летним сроком для Крамурзы, это, опять же, приобретение ценного предмета для будущего обмена, ну, а-ля Гершкович, либо это все-таки вендетта со стороны тех людей, которых, собственно, Крамурза, усилиями Крамурзы вносили в санкционные списки, и сейчас они, понимая, что око главного босса не дрогнуло, они могут спокойно расправляться с Крамурзой. Вот что вы считаете, это больше вендетта, либо государственный интерес? Ну, было время, когда Кремль делал вид, что он не имеет к этому отношения, к преступлениям, которые совершались по отношению к Магницкому, и, ну, тогда была совершенно другая ситуация, и, конечно, ни о какой вендетте речь не шло, а шло, знаете, стоял вопрос о чистоте рядов чекистов, и, вот, скажем, я очень подробно исследовал историю убийства Вороненкова, но это один из тех, кто работает с Кремлем, чекист, организатор расследования против чекистов же, то есть, ну, вот, там Чемизов был такой, нет, не Чемизов, Черкесов был такой. Это наркоконтроль, если не ошибаюсь, да? Да, да, и они создали с Вороненковым такую структуру, которая называлась группа внедрения, и они раскрыли, ну, заговор, собственно, 19 генералов, там, зам директора ПСБ, генеральный прокурор, вот те, кто принимал участие в этом, значит, криминальном действии, когда часть импорта, значительная часть, измеряющаяся, там, 10-15%, шла через воинские части ФСБ и без всякого контроля. То есть, они, то, что в уголовном мире называется, крысятничали, то есть, они воровали у своего хозяина, у Путина. Вот, и это тогда, знаете, рассматривалось все-таки как попытка очистить ряды. Черкесов выступал со статьями о том, что чекисты не должны превращаться в предпринимателей, торговцев, вот. Но сегодня все это уже отброшено, и вот случай с Магнитским показал, вернее, уже не случай с Магнитским, а вот современная реакция на него показала, что это инструмент действия власти. Алексей Анатольевич, вот, если мы отойдем немножко от анализа кремлевской политики, вернемся к самому поступку Крамурзы. Вы вначале сказали, что Крамурза очень опытный политик, и удивительно, что он, ну, совершил такую ошибку, если я правильно, ну, как бы, интерпретирую ваши слова. Но, с другой стороны, это могло быть и сознательное решение Крамурзы с той точки зрения, что, ну, он понимал, что для него это очень тяжелый вход в большую политику. Ну, никому не пожелаешь такого входа в большую политику, но бывает категория людей, которые готовы идти на многое ради, ну, там, своего чистолюбия, либо ради каких-то идеалов. Думаю, что касается Крамурзы, это второе. Этим отличается от Навального. Вот, давайте попробуем запрогнозировать, насколько вот факт посадки Крамурзы на 25 лет, понятно, что он не отсидит 25 лет, он отсидит равно столько, сколько у власти будет Путин. Насколько это ему поможет в его политической карьере? И согласны ли вы с моим ощущением, что он, как политический лидер, скорее может консолидировать вообще оппозицию, и скорее, ну, как бы, более обменяемый, точнее, нежели тот самый Навальный, да, который мало того, что не может консолидировать оппозицию, так от него еще пахнет федеральная служба безопасности, в отличие от Крамурзы? Вот согласны ли вы, что у Крамурзы большое политическое будущее? Извините за долгий вопрос. Ну, во-первых, я бы не желал никому, в том числе Володе Крамурзы, такого пути в политику, такой известности, потому что мы с вами не можем прогнозировать точно, что произойдет в ближайшее время, и Путин может просидеть весь свой срок до, так сказать, смерти. Это значит, что Володя отсидит, ну, если не 25 лет, то, ну, вот 12 лет точно. Так же, как Ходорковский, все ведь предполагали, что его связи Михаила Борисовича с бизнесом на Западе, с государственными структурами, там, в Соединенных Штатах, заставят Путина, ну, отпустить его, то есть не репрессировать. Ничего страшного, отсидел полный срок, понимаете. Это очень жестокий режим и, к сожалению, слишком цивилизованное отношение к нему или иногда нейтральное отношение, такое неточное, неточное понимание его целей, задач, действий, приводит к тому, что, ну, люди страдают, понимаете. И вот вы Навального вспомнили, сейчас огромное количество молодых людей, юноши, девушек, сидят в тюрьме, там, почти школьников, которых Навальных бросил в эту репрессивную систему для убеждения всех остальных, что бороться с системой не стоит, понимаете. Ну, такой настоящий провокатор, который свою задачу очень эффективно исполнял и продолжает исполнять. Вот. Я не думаю, что это вообще предмет для дискуссии, вот такой путь в политику. Значит, давайте не желать никому такого счастья. Нет, ну, естественно, никому не пожелаешь. Это огромная трагедия в жизни семьи, лично Кара Мурзы. Но если мы там говорим с точки зрения, знаете, как вот возьмем, к примеру, Украину. Юлия Тимошенко в 2011 году, она могла уехать из страны, но неоднократно предупреждали о том, что Янукович ее планирует посадить. Потому что для Януковича Тимошенко была как кость в горле, но наиболее пассионарный представитель оппозиции. И вот когда летом, в июле 2011 года ее садили, она специально провокативно вела себя во время суда, оскорбляла судью, задирала его. И когда ее посадили, естественно, понятно, Украина не Россия, были выступления. Но Тимошенко, выйдя из тюрьмы во время революции достоинства, она поникла. И сейчас вот вообще о Тимошенко никто не вспоминает. У нее есть маленькая фракция в парламенте, и то ненадолго. То есть тюрьма не дала ей ударную возгонку. Ну, для ее политической карьеры. С другой стороны, есть Манделла. Есть разные примеры. Вот поэтому интересно. Вот посмотрев на всех, кто находится в тюрьме, спрогнозируя, какие могут быть политические перспективы. Ну, это очень такой медицинский подход. Циничный, прагматичный. Я не готов так оценивать жертвы, которые приносят сегодня люди. Жертвы, которые... Знаете, вот вы сегодня упомянули этот фильм о Лерочке Новодворской. Значит, ее первый шаг, когда она разбросала листовки в дворце съездов 5 декабря 69-го года, это же был шаг не для паблисити, не для продвижения в политике. Тогда это было и невозможно. Это была жертва. Она шла на жертву и много раз это обсуждали. Она готова была погибнуть. Понимаете? И многие, кто сегодня идут на эти жертвы, они готовы погибнуть и в меньшей степени. Конечно, думают о политической карьере, о будущей политической карьере в свободной России. Тем более, что совершенно не очевидно, что это самый эффективный метод борьбы с нынешним режимом. Жертвы. Но это личная задача. Вот у Новодворской это была личная борьба. Она боролась с чекистами, с этим режимом одна. И это была ее личная задача, личный подвиг, личный поступок. Понимаете? Ни о какой карьере политической, конечно, там речь не шла. Ксения Анатольевич, возвращаясь к этому фильму, в принципе, всем известно, что светская власть, по сравнению с нынешней путинской, она была в какой-то степени вегетарианская, потому что такие сроки в 25 лет, но они характерны были сталинскому периоду, периоду тотальных репрессий, но точно не брежневскому периоду. И, собственно, фильм это показывает, и, да, людей сажали, была карательная медицина и прочее. Но сроки, тем не менее, они были короткие, несколько лет, но точно не 25 лет. Вот почему в условиях, когда мы живем в открытом информационном пространстве, вроде как советская власть, то есть нет монополии у нынешней российской власти, какая была у советской. Тем не менее, ну, бюрократия идет на такие жестокие, жесткие сроки, в 25 лет, которые могут раздраконить, ну, не просто пикейных жилетов, а могут раздраконить вот ту самую массу Путина, тот самый глубинный народ. Ну, во-первых, вы ошибаетесь. В брежневские времена все было так же жестоко, как при Сталине. Делался вид, что это не жестоко, но в казанской, этой тюремного типа психбольнице, людей просто уничтожали, уничтожали их способность думать, быть людьми. Их убивали. И нам очень мало известно о людях, которые прошли это. Очень многие погибли. Новодворская это такое исключение исправила, то, что она выжила. Понимаете, это был очень жестокий режим, и КГБ продолжало работать вплоть до самого своего конца, 91-го года, не жалея никого. И сроки были, ну, достаточно посмотреть судьбу Володи Буковского, понимаете, и там многие правозащитники, многие диссиденты погибли, и их убивали, отсознанно убивали в тюрьмах. И сегодняшний режим мало чем отличается от Брежневского, Сталинского. Это гипотеза. Знаете, как вот была гипотеза о том, что Дмитрий Медведев – это либеральное течение внутри, так сказать, правящей коалиции. Но это не так. Никаких либеральных течений там нет, никакого вегетарианства там нет. Есть цель удержать власть любой ценой. И сегодня надо быть честным, единственная сила, которая противостоит этому варварству – это Украина. Это Украина, которая защищает себя, но на самом деле защищает нас всех. Тех, кто противостоит этому режиму. Тех, кто хочет, чтобы в России, если не возродилась демократия, то во всяком случае была разрушена вот эта жестокая авторитарная система, варварская, дикая, Гастин Антонович, вот два дня назад в эфире «Живого гостя» снова появился Григорий Алексеевич Влинский. По большому счету он повторяет из передачи передачу одно и то же и до сих пор говорит о необходимости – это реально смешно – прекратить военные действия и зафиксироваться на тех позициях, на которые стороны сейчас стоят в преддверии контрнаступления ВСУ. Вот вообразим, что вы были бы сейчас в России, у вас была бы политическая сила и удействовали в прилагаемых обстоятельствах. А вот как вы считаете все-таки был ли у вас, была ли у вас возможность для какого-то политического маневра и демонстрации какого-то другого поведения, чем демонстрирует Григорий Влинский, либо это единственное возможное поведение в условиях нынешней российской тоталитарной системы? Это попытка улучшить режим, попытка сотрудничества с режимом. На самом деле, возвращаясь к началу, Володя Карамурза в общем болел той же болезнью. Он считал, что режим можно исправлять, поэтому он приезжал, поэтому он встречался с депутатами, поэтому он встречался с лидерами, так сказать, оппозиции. Григорий Алексеевич тоже пытается идти вот этим путем сотрудничества с властью, попытка улучшить ее, ну, скажем, сделать не такой жестокой, понимаете. Вариант, который он предлагает, это от него же ничего не зависит, это нереалистический вариант, но это вариант такой промежуточный для Кремля, вроде бы приемлемый для Кремля, или во всяком случае многие сторонники Путина говорят о том, что это хороший выход из положения, заморозить, как на Корее, на 38-й параллели и вести переговоры, то есть зафиксировать оккупацию Украины, так как зафиксирована была оккупация Молдовы в Приднестровье, так же, как была зафиксирована оккупация Абхазии в Грузии или Южной Осетии, так же, как, ну, фактически в Сирии похожие процессы были проведены, но это занятие для Кремля это просто зафиксировать победу, зафиксировать приобретение, Путин же очень цинично говорил о том, как оценивать надо его, результат его действий, это приобретение территории, то, что эти территории превращаются со временем в пустыню, это тоже очевидно всем, но это такое татаро-монгольское мышление, о котором все тоже сегодня говорят, захват территорий и для того, чтобы там, чтобы было, понимаете, а не для развития, не для там, богатства, а просто для демонстрации силы. Я давно хотел вам задать этот вопрос, как-то было неудобно, все-таки его задам. узнаете, как бы, ну, особенно, как-то, знаете, из Украины воспринимается, все-таки, вот, думаешь, как, вот, Украина победит в этой войне, вернет все временно оккупированные территории Владимиром Путиным, включая аннексированный Крым, вернется к границе 91-го года, вот, но, тем не менее, все равно вопрос того, что будет в России, но по-прежнему открыт. И есть некая российская оппозиция, и, но, по сути, эта российская оппозиция, она же находится либо на иждивении у Запада, либо на иждивении у той же самой российской власти. Ну, доподлинно известно, что даже те же самые молодые люди, явлинские, да, уже человек в возрасте, молодые люди, яблоко, они находятся на иждивении у московской мэрии, у других городских советов, но есть конкретные факты, через городские программы и так далее, и так далее. Их это все устраивает, вы понимаете, и так же не встроится в следующую систему. Но неужели Россия будет постоянно ходить по кругу, а Украина должна будет постоянно, но фактически готовиться к очередной войне, потому что это хождение по кругу будет постоянно приводить Россию к диктатуре. Ну, это очень большой вопрос, Михаил. Значит, я бы не очень настаивал на этом термине, на содержание, оппозиция на содержание меня не Госдепартамент, не Кремль не содержит. Нет, я не про вас говорю. Я понимаю, да. Вы же понимаете, я не про вас говорю. Да, ну, и Украина тоже там, это не содержание, это помощь, то, что сегодня происходит, скажем, со стороны Польши, стран Балтии, Запада, это не на содержание, это помощь, военная помощь в отражении агрессии и то, что сегодня Украина не в состоянии сама решать эти вопросы, это ну, это к Петру Алексеевичу Порошенко, да, в первую очередь. Прости, пожалуйста, я не об Украине, я говорю именно о России, потому что доподлинно известно, что представители партии Яблоко, да, они просто живут за счет денег местных советов, за счет денег Собянина и так далее, они не гнушаются брать эти деньги, понимаете, об этом говорю. Понимаете, очень многие люди, кто живет сегодня в России, живут за счет там, кто-то бюджета, кто-то бизнеса, и не гнушаются брать эти деньги, понимаете, что вы предлагаете, умирать с голоду, ну, как-то это вот такой максимализм, ну, немотивированный, понимаете, это, знаете, у меня тут была дискуссия недавно по поводу вот ситуации между Украиной и Россией, здесь, Соединенных Штатов, и украинцы говорили о том, что, ну, в основном евреи, рожденные в Украине, о том, что другая генетика у украинцев, что это совершенно другой народ, понимаете, но это не так. Говорить о генах даже в ситуации вот там войны о разных генах народов это расизм, это сепарировать людей по признаку генетической структуры, это ненормально. Вот. Поэтому мне кажется, что вы чуть-чуть не точно определяете вот позицию тех, кто сегодня противостоит режиму внутри России. Ну, это единственная возможность сегодня продолжать. Можно умереть, можно, как это делали в Индии, как делали там буддисты там и в Китае, в разных местах. Выйти на площадь и сжечь себя. Это были массовые явления, но когда речь идет о больших массах людей, о 140 миллионах, то рассчитывать на то, что миллионы людей начнут самосожжение или начнут умирать от голода, ну, не стоит. Люди борются, сопротивляются как могут, и я считаю, что даже вот это сотрудничество яблоко с властью и то, что они говорят, и Григорий Алексеевич, это все-таки признаки ну, какого-то сопротивления власти, сопротивления Кремлю, признаки инакомыслия. Напомню вам, что в советские времена диссиденты в России, в Украине, они не выступали против Советского Союза, вот, они поддерживали, более того, многие поддерживали коммунистическую партию и коммунистические идеи, и левые идеи, и сегодня большая часть оппозиции, она левая, вот, это все порождение, ну, вот, советского времени. Константинович, в 2000-х годах сложился консенсус, когда власть сама по себе, народ сам по себе, они принимают участие в политике, об этом, кстати, Велинский тоже постоянно говорит, вот, как вы считаете, на фоне вот этих страшных приговоров, которые мы сейчас видим, в частности, по отношению к Рамурзе, человеку, которого наказывают не за преступление, а просто за слово, за позицию, это состояние вообще как-то пронять вот этих людей, которые все годы они рассуждали по принципу «Моя хата с краю». Вы знаете, короткий ответ нет. Вот эта замечательная речь Аллы Гутниковой, да, Аллы Гутниковой, она и не рассчитана на то, чтобы пронять народ, это обращение к интеллектуалам, думающей части общества, ну и в некоторой степени такая самоидентификация, понимаете, что не имеет, конечно, никакого отношения к борьбе с режимом. Обыватели, они никогда не готовы к борьбе, и не только в России, к сожалению, и в Украине, к сожалению, и в любой другой стране, и в Соединенных Штатах, ну, в Соединенных Штатах в меньшей степени. Мы это видим на примере готовности просто к войне с теми, кто захватил власть с демократической партии значительной части общества. Там речь идет о 50 процентах населения Соединенных Штатов. Но обыватели большей частью ни на что не готовы. Ну, таковы... Это такой, ну, механизм сохранения спокойствия, сохранения жизни. Большая часть людей не хотят изменений и готовы, как это написано, кстати говоря, в Декларации независимости, готовы терпеть несправедливость и не сопротивляться ей. Ну, вот, так устроено человечество, человек. Тем не менее, Константинович, я вам скажу, что я не знаю ни одного человека, ну, из тех, с которыми я общаюсь, либо в моем окружении, которые бы хоть раз там не помогли вооруженным силам Украины, то есть все, кого я знаю, с кем я общаюсь, они постоянно помогают вооруженным силам Украины в борьбе с российской агрессией, постоянно донатят, постоянно волонтерят, помогают волонтерам, то есть какое-то участие абсолютно, ну, я не могу сказать, что у меня репрезентативная выборка, но тем не менее, она все равно о чем-то говорит, все люди принимают участие в борьбе против российской агрессии, понимаете, то есть какая-то солидаризация, она, безусловно, то есть нет такого, что, условно говоря, моя хата с краю, а вот вы пока боретесь, нет, то есть люди понимают, что это борьба общая, вне зависимости от того, ты на фронте или нет, но ты все равно борешься всем, чем можешь, а если не можешь непосредственно, ты помогаешь материально армии, волонтерам и так далее. Знаете, я здесь общаюсь с украинским сообществом, комьюнити, недавно у меня был разговор с Кевлянином, который мне рассказывал, что Путин все делает правильно, понимаете, то есть, ну, то, что вы говорите, это замечательно, это правильно, и я помогаю, и я с огромным уважением отношусь с тем людям, которые принимают участие в борьбе, но вы должны понимать, что значительная большая часть никакого участия в борьбе не принимают и не хочет принимать, и боится принимать, и есть заметная часть, которая принимает участие в борьбе с противоположной стороны, то есть, те, кто не поддерживает современную власть в Украине и готов бороться с ней, и готов поддерживать варварство, ну, по разным причинам это стоит исследовать, но мир устроен сложнее, чем нам хотел бы Михаил. Константинович, я последний вопрос вам задам, сегодня президент Татарстана прилетел в Кишинев, благополучно улетел из Кишинева, потому что вы просто туда не пустили, выгнали поганой метлой оттуда, потому что, ну, понятно, что это все люди, которые приспешники Владимира Путина, других глав региона в России нет, потому что он приезжал на откровенно-сепаратистское мероприятие в Молдове, и видно, что власть Молдовы стала резче вести по отношению к Москве, меньше боится Москву, ну, и по большому счету Молдова-то она защищена, у нее нет общих границ с Россией, если не считать сепаратистского Анклава Приднестрова. А вот как вы считаете, вот что мы будем в ближайшее время видеть в Молдове? Будет ли это эскалация конфликта с Приднестрой, эскалация конфликта публичного с Москвой? Либо же этой эскалации не будет? Попытается ли Москва прокинуть действующее правительство Майя Санду? Как вы считаете? Ну, во-первых, давайте обратим внимание на то, что наконец руководство Молдовы или это руководство Молдовы заняло иную позицию, чем предыдущие, которые пытались сотрудничать с Россией. И я думаю, что больше всего на вот это изменение позиций повлияло, знаете, вот это понимание того, что с равной вероятностью Путин может начать военные действия в Украине и в Молдове. Об этом же говорили перед 24 февраля. Это и, кстати, сразу после 24 февраля, потому что просто из соображений военно-стратегических, а Приднестровье это ресурс и человеческий, и военный, там большие запасы оружия. Вот. Я очень надеюсь, что понимание это пришло, хотя противостоять России никто не хочет, тем более такие государства, ну, у которых нет сильной армии, которые не блоковые, и для них это просто опасно. Ну, вот, параллельно с Молдовой, как вы помните, похоже, сценарий рассматривался по отношению к Финляндии. Финляндия очень быстро вступила в НАТО. Молдова пока не вступает в НАТО. То есть, не все потеряно, так сказать, для Владимира Владимировича Путина, и Молдова еще не до конца осознает опасности, связанных с вот этой новой агрессивной, опасной для человечества России. Константинович, спасибо вам большое за это интервью, огромное спасибо, Константинович, спасибо большое зрителям, что были сегодня с нами. Спасибо.